После боя, ну, в принципе, почти все смотрели, как продолжался турнир. Как они прошли для вас эти несколько часов после вашего прейдинга? Я смотрел все бои возле октавона. Было стыдно, конечно, за бой вечером. Стыдно за Ганвара, за почему? Потому что он чемпион в весе, где я выступаю. И он так представит. Когда дерутся чемпион против чемпиона, ты представляешь не только себя, ты представляешь весь дивизион, ты не имеешь права держаться. В самом важном бою в жизни он показал самый лучший бой. На самом деле, мне было обидно, что он был чемпионом. Я понимаю, что после турнира вы с Конором уже не оказывались в одном помещении. Принципы, вы проговорили, что... Мы все сделали все, что мы не оказались. И в итоге не оказались, да? Никак. Можете про тот момент, когда вы последний раз виделись, рассказать, что произошло? Я понимаю, это как раз было то, что мы все видели, стычка. Он посмотрел на меня, я вам сказал, что ты смотрел. И уже дальше вы сами видели. Я ему сказал, что я лицо сломаю. Он говорит, посмотрим. Я готов ответить на свои слова. Вы видите возможность для него победить вас? Ну, в принципе, если рассмотрите, он как спортсмены. Есть у него очень хороший удар, руки, ноги. Он бьет очень хорошо, тайминг хорошо, ловит тебя на твоих ошибках. Конечно, у него есть хорошие моменты. У него тоже есть шансы. Но я уверен в себе, я уверен в своей игре. Когда нам назначат бой, фанаты разделятся на два лагеря. Конор уронит, может уронит Хабиба. А с этой стороны будут говорить, нет, как только Хабиб повалит, он закончится. Будет обсуждать. С одной стороны, конечно, у него есть болельщики, у него есть и мои болельщики. И бой может получиться на загляденье. Я думаю, такого боя еще я не думаю, что ее все смогли бы распутить. Вы, с одной стороны, к нему не очень хорошо относитесь. С другой стороны, вы бы назвали его самым сильным из всех соперников, кто у вас были? Сто процентов нет. А кто сильнее? Или вот с кем он на одном уровне? И с тех, с кем вы дрались? По пиару, конечно, никто не сомнится. По хайпу, как сказать. А если так посмотреть, на оппозицию и на уровень. Примерно на одном уровне, как Диаз. Они погрались два раза. Все время одинаково почти. 11-й Диаз, его старый скучат. Гусанес. Еще надо посмотреть Майкл Джонсон против Конора. Кто там, кто кого перебил. Потому что Майкл Джонсон также хорош на руках. И интересные бои. Надо посмотреть Фербиуса на сна. Есть много интересных боев. Просто, что обидно, он ни с кем не дрался в легком весе. Он ни с кем не дрался. Из легких, друзья, в топ-5, в топ-10 он ни с одним нормальным бойцом не дрался. И мы никогда не видели. И это, как бы, в очень большом сомнении. Его бой против Альварова. Скажите, что произошло с гонораром? Там говорили, что вы получите 100 тысяч долларов. Даже если не будете драться. Потом говорили, что будет 100 тысяч долларов. Ну, если вы примете бой. А UFC обнародовала гонорар как 52 тысячи. То есть... Никогда не верьте. Когда вы обнародовали. Это неправда. Очень много неправды прохождение. То есть, больше получается? У меня контракт приличный. Я один из самых обсуждаемых бойцов. И все, как вы думаете, я позволю себе, чтобы ко мне в этом плане обошлись несправедливо. Нет, конечно. Но, опять-таки, я мог бы и не драться, и получить 100 тысяч долларов. Я это сделал бы, если я дрался бы за деньги. Конечно, деньги – это хорошо у хорошего человека. Когда деньги есть, это очень хорошо. Но в этом виде спорта я не пришел за деньгами. У меня есть различные проекты в моей жизни, которые я могу заработать деньги. Сейчас есть у меня, если я могу оплачивать свои тренировочники, кушать, обеспечивать себе любви, вот так для них хватает. Но я не гоню за них.